Знаете, я сейчас смотрю на грустную физиономию Романа Абрамовича, сидящего в VIP-зоне Толививского аэропорта, которого не пускают в Израиль, потому что Израиль заявляет, что он не прибежище для воровитых российских олигархов. Абрамовича, у которого деньги конфисковывают налево и направо, и не только у него, а абсолютно у всех. Дерипаски, Потанина, ну этих, как их там, фамилия этих всех, даже я не припомню, Пригожиных и прочей, этой шалупони российской, которая годами-годами грабила собственную страну и вывозила деньги куда? На запад. Вы знаете, давайте посмотрим глобально на все, что произошло, даже абстрагируясь от войны, от агрессии России в Украину. Вот что произошло глобально? Я вам расскажу, что произошло. Европа и Штаты красиво сделали Россию. Смотрите, они 30 лет поощряли российское рукодводство, этого дурноватого многоходовочника, вывозить бабки в Америку, в Великобританию, во Францию, в Монако, куда угодно, в Берлин, куда угодно, на запад. И 30 лет эти дундуки вывозили туда бабки. Кстати, наших олигархов касается абсолютно так же, могут слушать и мотать на ус. Вот, они 30 лет, они вывезли туда из России триллионы долларов, не миллиарды, а триллионы. Напомню, триллионы это тысяча миллиардов, да. Так вот, они вывезли туда триллионы долларов. Вывозили, 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 а потом Западу надо было какой-то предлог для того, чтобы это все схлопнуть и забрать. Ну вот, война с Украиной в 22-м году. И теперь, посмотрите, весь российский национальный запас, все же у них было, все там. Ну, кроме там жалких 300 миллиардов, которые в юанях у китайцев, но, я вас уверяю, это тоже китайцы не отдадут. Китайцы свое заберут. Вот, то есть, фактически, все, что у них было, они вывезли на Запад. Что государство, что частные лица-жулики, которые иногда наворовали больше, чем средней величины страна. То есть, это триллионы баксов, которые оказались на Западе. И которые в один прекрасный день, Запад, воспользовавшись агрессией России в Украину, просто взял и, де-факто, конфисковал. И, как говорится, бизнес дан. То есть, они сделали то, что они хотели. Они выжили, вот так вот, путинскую Россию. Все бабки взяли себе, а потом скрутили одну огромную дулю. Что тут скажешь, многоходовочка, да только не путинская.